Приветствуем всех дорогие друзья с вами очередной выпуск фифа прогноз и для вас сегодня приведу я Роман Полинсков и вместе со мной болельщик ну такого интересного футбольного клуба Рубин Амир Сабиров Амир здоровки понятное дело то что мы сегодня будем играть локомотив ростов да не зря мы надели шарфики Краснодара и Рубина но шутками ладно Рубин Краснодар 27 тур российской премьер-лиги 27 до 27 интересная встреча команда под управлением Леонида Слуцкого сейчас очень хорошо идет чемпионате выходит уже по-моему даже в Еврокубке вау как это так на Краснодар к сожалению пока что пошатывает довольно-таки сильно только на 11 месте он находится но если все остальные матчи у Краснодара получится выиграть то возможно тоже как-то зацепиться может быть за Еврокубки давай наверное по ставкам посмотрим что да как давай на Рубин что на Рубин ты скажешь 1x ставка 2.85 дает винлайн 2.75 и фонбе 2.80 не особо верят букмекеры в Рубин несмотря на то что он играет дома потому что на Краснодар 2.65 2.54 и 2.60 ничья ничья вообще нереальный результат 3.36 3.37 и 3.25 вообще в истории этих команд по-моему в истории встреч не было прям часто такого то что они расходились в ничью он в любом случае победитель был в основное время не будем забывать что у Краснодара сейчас новый тренер да и Виктор Бенчаренко туда пришел последний матч Краснодар сыграл с Зенитом сыграл 2-2 с Зенитом причем вел 2-0 а Рубин с Уралом последний матч 1-0 выиграли они 1-0 но ХВИЧу потеряли ХВИЧу потеряли к сожалению здесь понятное дело играем в 18 фифу вспоминаем как это было какой классный геймплей то что еще и российская премьер-лига там была поэтому состава у нас будут не те которые выйдут но все равно будет интересно посмотреть ну че начнем да начнем поехали 27 тур Рубин Краснодар на Казани-Рене Ну что же Казань-Арена которая называется стадион 23 мая начинаем ух давно российскими командами не играл интересно смотреть чё как да тоже давно не играл интересно смотреть на тех игроков которых уже давно нет да Кузьмин Кузьмин играет в Рубине хотя он сейчас он тренер помощник Леонида Викторовича Слудского опа хороший момент шапи давай брат как раз в первых минут тебя выпустил рубин по классике вот начинает вот этот свой оборонительный футбол на своей половине поле катает ничего сделать не может вперед не идет ты будешь вот так уйти или нет сейчас пойду пришел в лазиньё данный момент он уже в Сочи играет ну тоже краснодарский край ой-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й не желтая это это красный это желтая это красный на вас желтым правильно юра давай как на чемпионате мира хорошо но 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 и добить чё-чё-чё-чё офсайт ее мои витя не-не-не-не-не-не-не-не опасно справились и быстро убегаем убегаем жуазиню давай брат ну вперед что там происходит почему он там идут гачи захват какой-то сделки пацаны трансформируемся в вертолет гран-квист хороший защитник кстати отличная передача ну-ка сулиманов давай бей шапи на плохо 10 но прям похоже похоже вылитый шапи сулимана поехали 10 на 34 хорошо 5 шапи и уже в чем-то опять на поле кладешь тему кого желтая карточка уже ставить колу чисто мяч и вот так вот барина в ближний это хорошо летел опасно хорошо летел в ближний вот мяч официальный российский премьер-лиг давай по статистике 10 по голам 40 по ударам 30 по ударам створ но зато владение ну понятное дело у нас тут оборона играет типа дамы так потихонечку помаленечку точность ударов у рубина самое то как и будет в этом матче по сути да и желтый карточка 1 на она продолжаем поехать второй тайм вот газинский отбирает вот сулиманов но то что 64 в этой фифе от разгона ему не хватает так бы он реально бы улетел уже о ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой 1-1 попов евелин сравнивает счет легенда кубани ростова спартака где он еще играл ты попов да и спартака вам сразу в рубин перешел но он еще до этого в кубани играл который сейчас уже не существует той самой кубами где он еще поиграл в ростове он поиграл шапи отлично по центру ну-ка и лупи давай не броня на это чисто мяч а вот какой мяч авар здесь нет шапи давай 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 туда на кабаре кабаре сюда нет нет ой как передачу как-то он слишком интересно отдал передача аля на ямар эти по случайным рикошетом когда ты падаешь и болельщикам барселоны привет как там ваша суперлига поживает вот она суперлига не дать это второй уровень суперлиги первое это фанел конечно же футбольная небесная лига там столько крутых кулок на самом деле только барселона сатурн амкар тосно анжи алания такие легендарные команды не то что этот ваш реал мадрид вот реально вот ситуация суперлигой хочется вспомнить моего коллегу который тоже вел у нас фифу прогноз александр фирс говорит реал что делает мадрид в данном случае вот он мадрид реально с этой суперлигой никто попов давай в центр как он тоже не бары тоже он тоже не понимаю как а желтая уже на желтое так ой 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 и рубин спасается на последних минутах 21 благодаря нынешнем игроку зенита давай пропускай время-то идет 21 рубин ведет ненадолго сейчас делаем вот так потом вот так проходим так сорокин спокойно потянуть время все на время потянуть не получилось но забил ты чисто шальные потому что я на воротах стоял еще молодой матвей сафонов сейчас благо этот футболист уже своей нужной форме и надеемся то что в реальности все таки будет не так по давай по статистике еще раз приближаемся 21 рубин у нас по голам выиграл но по ударам я тебя перебил по ударам створ перебил по владению мячом кто-то у нас очень любит играть от обороны но не знаю даже кто результат то есть по отборам намного больше отбирали и под ну по точности да ты немножечко все-таки впереди оказался новый счет 21 итак итоговый счет 21 рубин все-таки дома одержит победу но глядя не на то как вот мы сыграли а глядя на нынешнюю ситуацию и в рубине и в краснодаре как думаешь такой исход реален или не если даже вполне реально что вполне реально но я все-таки поставлен на ничью прям уверен то что будет не да да потому что краснодар сейчас на эмоциях может с новым тренером хорошо выстрелить и рубин все-таки такой середнячок неплохой но болельщики рубина они как бы но не понимают куда мы конечно да может быть так я поставлю на ничью но выиграет краснодар в итоге в этом матче который будет 25 апреля в 19.00 мы на него обязательно пойдем амир савиров роман пленсков для вас вели эту программу еще увидимся 21 рубин по идее должен одержать победу но не одержит еще раз пока увидимся живем футболом болеем за рубин и и и Продолжение следует...